Василий, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что присоединились. На днях вы, среди прочих многочисленных, известных людей, записали короткий видеоролик по поводу этого дела, призывали следствия показать хоть какие-то доказательства, их не показали. Как вы считаете, насколько ваш и подобный вашему ролики повлияли на эту ситуацию? Насколько они стали переломными? Ну, я считаю, что я делал лично, я могу отвечать только за себя. Я делал это по принципу «не могу молчать». Это тот случай, когда молчать было невозможно, это вопиющая неосправедливость. Мне безумно жалко парня, что он попал, мне кажется, он даже понимал, что он попал под каток системы. То есть это не тот случай, как человек не мог подумать, что это совершена какая-то ошибка, вы же разберитесь, пожалуйста. Человек наверняка понимал, что происходит с ним, зачем и почему. Почему я это сделал? Ну, я считаю, что ситуацию нужно придать огласке вопиющей случай очередной российской несправедливости. Я думаю, что много, как это сказать, история с подбросом наркотиков полиции гражданам России, она, в общем, не новая, она известна давно. Я даже с детства знаю ее, у меня в соседнем дворе парню подбросили наркотики, который в жизни даже не курил. Я думаю, что эта история должна быть близка населению Российской Федерации, поэтому, возможно, люди чувствуют какое-то, ну, типа, сочувствие. А история, правда, не новая, как абсолютно справедливо вы говорите, но как вам кажется, почему именно эта история вызвала такой взрыв? Ну, правда, мы ведь такого не видели. С одной стороны, солидарности журналистской, не только журналистской. Акции протеста, выступления людей, условно говоря, с государственной какой-то позиции, с независимой позиции. Мы подобного не видели. Почему это здесь произошло? Я думаю, как говорил наш верховный жрец, это цепь трагических случайных обстоятельств. Кто-то, например, журналисты, они, наверное, какие-то оппозиционные, скажем так, которые пытаются делать журналистику в России, они в какой-то в кои веки вдруг стали солидарны по этому вопросу и впряглись за, в общем-то, невиновного человека. Какие-то люди посчитали, что, ну, там, не знаю, известные люди, артисты, там, не знаю, писатели и кто-то еще, актеры, они по зову сердца решили это говорить. А потом в администрации президента, я думаю, подумали, что раз такой кипиш поднялся, а у нас 20 июня прямая линия будет, этот вопрос нужно решать, ну, срочно решать, нужно как-то в этот вопрос, я думаю, они подумали, что этот вопрос нужно решать в свою пользу, нужно же все-таки, ну, потому что я думаю, что вообще, конечно же, это не президент России потребовал подбросить наркоту, я думаю, что это все-таки были люди поменьше, и когда это все докатилось до администрации президента, они начали решать этот вопрос понятным им способом. Они, значит, разрешили паркетным изданиям говорить об этом, требовать справедливости, и отправили парня под домашний арест, я думаю, что они там сейчас выпустят его, например, под подписку о невыезде, ну, то есть, чтобы в глазах обычного россиянина это выглядело как будто бы победа. Хотя, конечно, ни подписка о невыезде, ни домашний арест вообще не является никакой победой, потому что до сих пор непонятно вообще, на каком основании парня арестовали, вообще отправили под арест, при том, что единственным доказательством, на которое ссылался пресс-секретарь президента, были липовые фотографии на сайте МВД, которые, в общем, были признаны самим МВД липовыми. И на каком основании человек вообще проходит по этому делу? Ну, справедливости, скажем, что и сам пресс-секретарь уже признал их липовыми. Ну, там сложно спорить. Ну, там даже, да, там очень, он очень, в общем, он сказал максимум из того, что он мог сделать. Да, но он еще отметил, что журналисты тоже иногда ошибаются. Вась, мне, знаете, хотелось бы задать вопрос, о котором очень многие сейчас переписываются, и комментариев множество на эту тему в социальных сетях, о том, что, а вот почему именно этот случай вызвал такой резонанс? Тихон уже начинал об этом спрашивать, но, смотрите, были же и раньше довольно чудовищные эпизоды в истории России, вот в современной, в новейшей, да, там тот же Аюб Титиев, еще какие-то, да, там эксцессы, инциденты и дела, которые были основаны, очевидно, на фейковых, на подложных каких-то доказательствах. Почему? Вот вы, например, раньше не записывали ролик в поддержку, там, тех или иных людей, а вот в этот раз захотелось записать. Я, на самом деле, и к себе такой же вопрос отношу, и к Тихону, да, вот мы почему-то именно сейчас, вот у нас просто абсолютное такое возмущение, оно как-то само собой родилось? Почему раньше этого не было, а сейчас есть? Я не знаю, я могу отвечать за себя. Я всегда, когда выступаю в поддержку тех или иных людей, выступаю это не потому, что это хорошо, правильно, там, не знаю, с какой-то непонятной точки зрения. То есть я подумал, что стоит об этом сказать, и я об этом сказал. То есть я даже, в общем, не был уверен, что это приведет к какому-то... Я до сих пор, кстати, не уверен, что это приведет к какому-то положительному результату. То есть они могут сейчас просто человека отправить под подписку о невыезде, а потом пришить ему какой-нибудь, ну, типа там, условный срок, чтобы люди думали, что это победа, хотя это, конечно же, не победа. Это правда, дело еще не закончено совсем. Ну, как с Кириллом Серебренниковым, когда все праздновали его освобождение, я считаю, что, ну, как, подождите, это не освобождение, они все еще какое-то дело там ведут. Что это вообще было, если человек год сидел под домашним арестом? За что? Ну, то есть нужно... И правильно сказал в вашем репортаже Юра Сопрыкин на тему того, что вот в данном случае должен кто-то понести наказание. То есть либо этот человек виновен, и МВД правы, и тогда все было законно, либо кто-то действительно подбросил ему наркотики, и тот, кто это сделал, должен понести суровое наказание. Ну, мне так кажется. Не может быть такого, что, типа, он не виноват, ну, там, извините, произошла ошибка, там, все ошибаются, все люди. Ну, это детский сад. Что ж, большое вам спасибо, Вася. Что ж, спасибо. Благодарим вас, музыкант Вася Обломов, в прямом эфире телеканала РТВИ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok